Лучшее английское вино, гавайская сигара Допинга не было и нам каждому, значит, представили девушку Угнали две машины, не подчинились полицейским, ушли от полицейской погони В следующем году исполнится 60 лет летней Олимпиаде в Риме К счастью, остались еще в живых призеры тех игр Один из них, петербургский гребец Юрий Бачоров, до сих пор приезжает сюда в гребной клуб «Знамя» Хотя ему уже 86 лет, но энергии этого человека можно только позавидовать Петербург – это город спортивной славы Город, который раньше назывался гребной столицей Советского Союза Отсюда вышли самые знаменитые гребцы нашей страны И если посмотреть в историю, то это город Петр Первый основатель, он же и основал здесь греблю И первые соревнования были у нас – это соревнования перевозчиков И сегодня мы в таком состоянии В каком? У нас есть один канал? У нас канал, который не соответствует никаким требованиям Маленький? Во-первых, он короткий Короткий и узкий А зачем такое, кстати, строили? Мы строили его в попыхах, чтобы провести соревнования дружбы Там, знаете, были Ну, конечно, там скажут Вот критиковать все умеют А вы сделаете что-то свое, предложите А мы вот и делаем Так Но нужно сделать это предложение так, чтобы его услышали Вот что плохо Чтобы деньги были под него Мы не находим места, где можно сделать что-то типа гребного канала Так, ребята, здесь пишут, между прочим Василий Михайлович Да, извини Я ему просто... Нет, 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 просто нет Вот так вот надо И, значит, с этой целью мы провели громадную работу 17 точек в Петербурге нами были обследованы Ну, воды у нас хватает Да, воды у нас хватает Ан – нет 17 точек мы просмотрели И все 17 точек оказались негодными для того, чтобы в Петербурге построить канал И вот, наконец, совершенно недавно, в прошлом году появилась возможность Значит, перейти к такому месту, где можно рассмотреть И вот здесь вот, эта территория была территорией Ржевского полигона Ну, сейчас он там не используется Сейчас он не используется, сейчас они закончили все И эта территория переходит в ведение Ленинградской области Так а на нее нет претендентов? На нее претенденты будут и наверняка есть Да Но мы одни из них То есть, если, например, мы не зарезервируем сегодня вот это место То через год-два здесь все это дело размежуется, разленюется Вся эта земля будет продана Но такие проекты все начинаются с того, что спрашивают А сколько все это будет стоить? Вот мы, ну, говорим, северная столица России Не всем это нравится, особенно москвичам Да, не всем это нравится Значит, и не всем, а особенно нам не нравится Когда мы, имея такие вот ресурсы Имея такое грибное прошлое Не можем сегодня восстановить вот этот вот свой статус Так нет, восстановить-то, может, и хотелось бы, но деньги нужны Сколько? Это же будет дорогое удовольствие Удовольствие вам скажу так В Белоруссии за последние годы построены два канала Вот вам удовольствие В Белоруссии построены два канала Белорусам, впрочем, Россия помогает Вот видите как Значит, давайте поможем и России А вы готовы к тому, что вы придете А вас какой-нибудь чиновник спросит А какой будет мой в этом интерес? Намекая Естественно, спросит И мы уже это понимаем сейчас Скажу даже почему Потому что любой чиновник сейчас смотрит на то А как сверху скажут Значит, сверху должен сказать начальник А начальник у нас Я думаю, что это все-таки Беглов Беглов Да И он наиболее заинтересован Хотя это Но это же Ленинградская область Хотя это Ленинградская область Это же Дрозденко Значит, Дрозденко тоже заинтересован Пойдемте, я вам покажу, кстати, человека Я вот увидел Который может вам помочь Вот он точно вам может помочь в вашем проекте Если он даст добро, сразу вас появится Это кто-то Я уверен, что быстро все построит И я уверен, что если, например, Питер подаст заявку на Олимпиаду То тоже даст вашему проекту Мы уже составили письмо о том, что на 28-й год мы хотим, чтобы Питер подал заявку на Олимпиаду На 28-й год Сейчас у нас Париж, потом Америка Да, 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 28-й год И учитывая эту дату Самый раз сейчас зарезервировать вот это место И под эти Олимпийские игры построить там вот этот Олимпийский комплекс Который бы решил Вот я был в Сочи на Олимпиаде Там местные говорят, что построили фактически новый город Без Олимпиады ничего построить не стоили Скорее всего Скорее всего, может быть и построили Вот, и все эти объекты, естественно То есть строят у нас только под конкретное саду Абсолютно не точно Был чемпионат мира по футболу Сколько всего по стране нас строили, да? А, кстати, много желающих заниматься греблей сейчас? Гребля является не таким видом спорта, как... Футбол, фигурное катание Футбол, фигурное катание Драки разного типа, значит, как мы их называем Это более престижные виды Но гребля-то это спорт интеллектуальной единицы Вы посмотрите, что творится сейчас А вот мы, кстати, как раз и вышли, да? Да, вот мы вышли на балкон Вот здесь вот, да, занимаются, да, ребята? Да, да, вот плоты наши Вот, ну, сейчас лодок уже нет Утром были лодки Все сейчас утренние тренировки закончились Поэтому я стараюсь в гонках не участвовать В тренировке я участвую полностью А в гонках у меня слишком, знаете, такой импульсивный характер Да, заводитесь Я заведусь и не ценю в порыве вот этого завода свои силы Переоценю их А смотрите, вон кораблик едет не мешают они, нет? Мешают, конечно Мешают? Ну, конечно Прогнать нельзя их? Поэтому, можно, но это нужно решение законодательного собрания Это нужно решение, понимаете Чтобы демистрация Сюда не совались в эту воду Да, чтобы они не ходили там по средней нефке, например А не по малой нефке Ну, да, какому это надо? Никто этим не занимается у нас У нас в этом... Что? Вот он идет здесь А ну, почему ему не пройти по средней нефке? Вот она параллельно идет Почему он так удобнее здесь, красивее? Да А вот это, да, здание, вы говорили, с которым начиналось все? Значит, это здание является архитектурным памятником Мы подали заявку А так и не скажешь Да, и оно... Это отсюда ведь такой Ага Значит, а вот со всех... Значит... Мы подали заявку на то, чтобы его признали архитектурным памятником Признали? Да И оно было включено в Красную книгу Да вы что? То есть его сносить нельзя? Ну, эта книга, сейчас Красная книга Она позволила нам отстоять... Я думаю, что вы не заметили Отстоять клуб Знамя А что, хотели снести? Хотели снести Когда? Здесь хотели... Это были 90-е годы Что хотели построить? Да, уже были спонсоры, которые хотели здесь построить культурно-развлекательный центр И они нам говорили, что это будет очень здорово Тут будет в семье, восьмиэтажный культурно-развлекательный А грибцов куда? А грибцов на первый этаж, комнату вам дадим там И хватит Да, и хватит Нам пришлось отстоять это дело Отстояли, да? Отстояли А пойдемте как раз и посмотрим клуб, который вы отстояли Что сейчас в данный момент происходит Вот это Тюкалов Это Слава Иванов Это наши все знаменитые грибцы А вот это весло, оно особенно такое? Это Пинаевы, люди, Пинаевы Трехкратные олимпийские чемпионки весло Это же не просто так Здесь у нас висела лодка Ласточка Тюкалова Вот здесь вот Здесь весла были А я не вижу вашего портрета Вы сейчас ничего не видите Все снято Да, были мощные вот такие портреты Все стены были увешаны различными гонками А куда все делать? Все лежит в соседней комнате Вы, кстати, не думайте, что мы тут пришли просто в обычное помещение У грибцов это красиво называется кают-компания Кают-компания Здесь собирается коллектив Который вот с молодых лет до старости не может расстаться Уже в таком возрасте, когда вроде бы уже и поздно собираться где-то там, общаться Какие-то вопросы Ну какой возраст, если вы ждете Олимпиады 2028 года в Питере? Это мало что жду Я на свой возраст не жалуюсь Когда вы почувствуете, какие люди собираются в этой компании И как они проводят время в таком возрасте Вы поймете, что гребля – это вид, который сплачивает людей на века А вы же сами попали только в 17 лет в греблю Да А что так затянулось? А затянулось почему? Потому что я жил не в Петербурге, не в Ленинграде, а под Москвой И я закончил школу с медалью И я решил, что мне место в военно-механическом институте В Петербурге? Да, в Ленинграде И я послал письмо из-под Москвы, копии там диплома, всего И буквально через неделю получил ответ, что вы приняты на первый курс военно-механического института Без экзаменов? Без экзаменов, без экзаменов, такая-то группа с предоставлением в общежитие Смотрите, мы сейчас пришли в тренажерный зал Вот, современный Конечно, да, посмотрите, какие тренажеры современные Просто какие-то развалюхи Вот это тренажеры пневматические, финские Финские? А для чего они? Очень На что они? Они на все группы мышц А можете показать? Да, конечно На все группы мышц И поехали Да, и поехали Очень-очень удобно Очень удобно, очень мягко Вот это вы сбавляете нагрузку Вот это вы прибавляете нагрузку Это появился как два года назад Это наше или? Нет, это финские А что же мы так не можем такие сделать? Можно такие, можем Пока берем у финных А вот этот? Это тоже финский? Это тоже, такого же типа Вот, вот мое занятие Ага, на пресс пошло Да, да, да Это качка сюда Потом я сажусь Так У вас таких не было, да? Тренажеров У нас тренажеров даже не было Не только таких Даже вот Вот это тренажеры специальные Для греблей Это концепт Нет, это тоже в основном все Финские? Со всего мира сейчас Со всего мира? Да, да Это концепт, который специально для греблей То есть там имитируется полностью Отъезд, работа ног Работа спины Знаю, что у нас был Однажды такие соревнования Клали штангу 30 килограмм И приседали 300 раз Ого Потом вообще вставали? Да После приседания Вот здесь образовывалась такая Лужа пота Хорошо не крыло От седыка было Вот такие вот Это была наша четверка Она задавала тон тогда в Петербурге Всем вот этим вот нагрузкам Соревнованиям Четверка называлась Инженерная четверка Это зал для тяжелой атлетики Вот здесь как раз, да? Подпорливается, как вы рассказали Со штангой Да, да, да Здесь Но он скромнее такой оформленный Деревянный помост Это все в основном наше производство Да И здесь мы Вы тоже балуетесь железом Или уже нет? Нет, сейчас нет Сейчас Сейчас У меня Умеренные и малые нагрузки Но они циклические Смысл моих занятий Поддержать А поддержать организм Можно постоянными Умеренными Циклическими Упражнениями А грибцу важно играть Баскетбол, да? Уметь? Или так? Для спины немножко Разберешься? Когда заставишься? Важно быть Разносторонним спортсменом Это и баскетбол Это и лыжи Особенно лыжи А раньше у нас Даже называлась Наша секция Лыжи-гребля Лыжи-гребля? Зимой мы занимались Я в институте ходил На футбол Интересно, что я узнал Что перед отлетом в Рим Ваши четверки Задачи чуть ли не стояли в ЦК Как это получилось? Есть же тренеры Выководители федерации Но в ЦК Нет Мы с Центральным комитетом Тогда столкнулись дважды А первый раз Это было за год Даже больше, чем за год До Олимпийских игр Давайте скажем Это был 60-й год 60-й год 50-й 58-59 год Тогда была такая же Система Такая же Будем говорить Ну вот Противодействие Как сейчас С допингом Примерно Но тогда Допинга не было Тогда мы не знали Не было допинга? Да И вам даже никто ничего не предлагал? Кремль же такой вид спорта Мы не знали, что такое допинг Допинга не было Но На Олимпийские игры Допускали столько любителей Прям все были любители? Все были Значит, любительский спорт Тогда Был Ограничен Таким Что Если ты Не получаешь Каких-то средств От спорта Значит, ты любитель А если ты от спорта Получаешь какие-то средства То Значит, ты профессионал Да Но Мы считались любителями Хотя мы Многие Из людей Ну, сидели на стипендии просто И вот Значит Было дано задание Значит Создать фильм Который бы показал Что советские спортсмены Не являются Значит Профессионалами Кого нужно было выбрать? Да Четверка Инженеров Вы, то есть Да Ваши четыре Они же Вы посмотрите Они какие Вот Они Инженеры В свободное время Катаются И выигрывают Какие-то там гонки Вот Значит Приехали Кино Перервали Все тренировки Значит Нас взяли Вы представляете Я работал тогда На Арсенале Это был самый закрытый Такой Совершенно Объект А что вы делали там? Ну Это Там Закрытые объекты Да Да Ракеты Разные Разные делали Вот Ну вот Открываются ворота Туда заезжают Эти киношники Там КГБ Вообще Были в шоке КГБ КГБ Их охраняет Чтобы не пошли Куда не надо Специальные Были созданы Условия Для того Чтобы Я руководил Там Бригадой Конструкторов Там Девочки Мальчики Чертежники Я давал там Задания Что-то писал Настоящий Или так Бутафор? Нет Это конечно Бутафор Но все было Настоящим Но конечно Это нереально Нереально Потом Мы собирались Вечером Проводили Вместе Время И потом Мы ехали В филармонию Где Марк Тайманов Играл А Марк Тайманов Тоже Оказывается Не профессионал Он и шахматист Он и музыкант И музыкант И мы На концерт Марка Тайманова Но самое Это главное Мы жили Тогда На сборах В Кавголову В это время Съемки И нам Каждому Значит Представили Девушку Мы были Счастны А девушку Зачем? Ну Чтобы Чтобы В филармонию Мы Не четыре мужика Шли А с девушками Культурно С цветочками Да С цветочками Вам красиво Девушку достоинство? Мы Я даже И не помню Потому что Я был В таком Значит Вот Немножко В возвышенном Состоянии И вот Мы сидим В филармонии Слушаем Эту музыку Нас снимают Мы Думаем Ну вот Сейчас Начнется Настоящий Вечер Где мы Вдруг приходит Тренер Встать В автобус Прямо посреди выступления? Прямо посреди выступления Девушки остались Сидеть С цветочками Вечер закончился Неудачно Нас улезли В Кавгалу На сбор И Фильм Свою цель Достиг Значит И в этом фильме Даже были Как меня Андрей Еще один Не профессионал Андрей Архипов Рисует Мой портрет Фильм был Очень реалистичный Почему? Потому что Все поверят Что любители А что верить Это все У нас дипломы На руках Вот Пожалуйста Вот и через год Вы поехали на Олимпиаду В Рим Да Зачем вы ехали? Ну какая цель стояла? А вот это Это вот уже было Второй раз Когда В ЦК опять? Да Вас вызвали И что сказали? Нас вызвали И сказали Что Дорогие друзья Вы Завоевали Право Поступать На Олимпийских Играх Вы поймите Что За Весь Исторический Период Ни одна Четверка Наша Советская Распашная Безрулевого Да Распашная Безрулевого Не попадала В финал А финал Это очки Для команды Вот что самое главное А в финал Сколько выходило В финал Шесть Экипажей Шесть Лодок И это очки Для команды А команда Команда Всегда Имел Имела борьбу С С Америкой С РФ По очкам С немецами По очкам Да А сколько всего было? В финале Лодок Да Около Двадцати четырех То есть шесть И двадцати четырех Да Но это реалистично было Это было очень сложно Очень сложно Это было Ну Достаточно сказать Что До этого Ни одна из четверок Этого не сделала К сожалению Сейчас вы узнаете Такие подробности Финала Я-то их уже Прямо Конечно же Мы были В идеальной форме Лодка Летела Просто летела Значит Были такие случаи Когда мы Не верили Мы приехали На Олимпийские игры Впервые Ну кто-то там Второй раз был Кто-то Вот ваше четвертое Самые сильные Гребцы Это Объединенная команда Германии Сильнее их никого Не было И не могло быть Американцы Англичане Родоначальники Гребного спорта Новозеландцы И австралийцы Это Там Гребной спорт Это Это Божественный вид Спорта Это Это мы Не понимаем Значит И вот мы Приезжаем Там за неделю Привозят нас На озеро Албану Мы идем Тренер Говорит Сеньоры Не ввязывайтесь Ни в какие Драки Не надо Никаких Экспериментов Где тус Драки Это в переносном смысле Ну да Драки Имеются ввиду Имеются ввиду Между лодками И вдруг Смотрим На Старте Стоят немцы Чуть-чуть Значит Косим Смотрим И вдруг Загребной Этой команды Машет нам Эй Русские Идите сюда Пошли вместе Отказать Такому солидному И такому Престижному Значит Вот Загребному И такой лодке Просто не солидно Мы дрожащие Выходим Посоветовались Ну что ребят Пойдем Ну как не пойти Неудобно Скажут Вот Что это Русские Струсили Такого не может быть Значит Пусть проиграем Но И вот старт Он Показывает Два раза По пятерне Десять грибков И вот Да Дается старт И на этих Десяти грибков Мы у них Выигрываем Метра два Немцы в шоке Немцы в шоке И они не верят Этому И мы не верим И он говорит И он говорит То есть повторим Все сначала Встали Второй раз На старт Опять старт Опять два метра Мы впереди И они ничего сделать не могут И мы ничего не можем сделать Впереди все Значит Это у нас вселило Мощную уверенность Что у нас хороший ход Полуфинал С нами попадает Команда Итальянского Фальк Донго Это лучший Грибной клуб В Европе На тот момент На тот момент И самое главное Хозяева Олимпийских игр Одна лодка Выходит в финал Остальные В утешительный заезд Не густо Не густо Когда мы пришли На финиш Борис Силович Это наш тренер Сказал Сеньоры Вы очень сильно Разогнались Но по результатам Всех гонок У вас лучшее время Так вы лидировали И три четверти Финального заплыва Что случилось С вами на последних метрах Что вы упустили Олимпийское золото Да Вот после того Когда мы Получили Вот этот вот Пропуск В финал С лучшим временем С лучшим временем Конечно же На нас Такой Пресс Начался Натиск Золото 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 И вот сейчас Я даже Просматривая Снимки Которые Сейчас есть В интернете Видно Что мы идем С большим преимуществом Сколько Корпус Корпус Да И вдруг Получилась Такая Вот Ну Неожиданность Лодка Стала Останавливаться Что случилось Мы В порыве Вот этого Вот Азарта Загнали Себя Потом нам Тренер Сказал Сеньоры Вы Забыли Что вы На олимпийских Играх Вы хотели Выиграть Трамвайную Остановку А здесь Надо выигрывать Спичечный Коробок Где-то На 1200 1300 метров Всего 2000 Всего 2000 У людей Начинается Очень Тяжелый Морально Психологический Спад Силы Кончаются Дыхание Нарушается Впереди Еще Больше 500 метров Но там Трибуны И там Надо делать Финиш А здесь Уже Нет Возможности Дышать Все Затекло Все Вот И вот В этот момент Люди Как мы Говорим Начинают Ну как бы Бороться Со своим Внутренним Свинством Таким Кто У кого Есть воля Через Не могу Значит Это все Отбросить И Наша четверка Пользовалась Этим Моментом И Один Из нас Говорил Ребята А сейчас Пошли Пошли Было Очень тяжело Значит Все Все у тебя Отвали Но раз Пошли Раз Команда Значит Мы В финале Кто-то не пошел Мы шли Мимо Платов И все Наши Спортсмены На этом Эллинге Юра Юра Кричали И И конечно же Нам нужно было Поддать Поддать Только мы Поддали Эти 300 Вы Пошли 1300 метров Только что Мы поддали Значит И вдруг Команда А теперь Пошли И мы еще Пошли Еще Пошли Несмотря ни на то Что Где-то Надо было Ну Продержать Просто вот этот Темп И без ускорений Значит Выдержать Это вот Расстояние Своего преимущества И когда Оставалось Буквально 10 метров Это даже Не 1700 Буквально 10 метров До финиша Вдруг Резко Лодка Остановилась Значит У нас В лодке Был Один человек Который Очень Импульсивный Такой Взрывной Это кто? Ну Игорь Охремчик И он Потом Ну Мы все Поняли Потом Посмотрели Гонку Все поняли Что Он Настолько Выложился Что он Значит Последние Грибки Ну Как бы Вот Ходил Ходил Месяц Но Силовой Отдачи У него Не было То есть Фактически Втроем Да Лодку Вот так Развернуло Развернув Лодку Валя Морковкин У нас Рулил Он Повернул Руль Лодка Сразу Затормозилась В это Время Подкрались Американцы И И вот На этих 10 Грибках Практически Мы Вот этим Итальянцам Проиграли Вот этот Корпус Потому что Они Увидели Что у нас Мы начинаем Чего-то там Неправильно Ити И вместо Золота Получили Брозу Да Брозу Мы были Злые Как черти Справа Орали Американцы От радости Значит И Обливали Друг Друг Водой Значит Слева Итальянцы Кричали Свои Итальянские Лозунги Значит Радовали Свои Серебряные Медали А мы Сидели Опустив Головы Как Как будто Мы Вот Проиграли Мне Мне тогда Казалось Что Что-то С лодкой Случилось С рулем Что-то С веслами Что-то То есть Какая-то Техническая Авария Но техническая Авария Была Морально Психологическая Авария Когда Меня спрашивают Ну вы Наверное Поддали Игорю За то Что он Так Вы знаете Что Когда Человек Выкладывается Так Что Чуть ли Не теряет Сознание А может быть Даже теряет Сознание Поддавать Ему Не нужно Нужно Его Ободрить Нужно Его Наоборот Поддержать Мы Получили Медали Кстати Вы же Понесли С собой Давайте Посмотрим Да Вот тут Несколько Медалей Которые Ну так Вот На виду У меня Были Всего У меня Их 32 Вот За эту Медаль Мы Мы Боролись В Риме Красиво Вот за эту Вот она Такая Красиво Значит Вот Интересная Медаль Вам за нее Кстати Не предлагали Продать Нет Мне кажется Медаль 60-го года Может стоить Нет Мне не надо Продавать У меня все Не Ну мало Я вам сказал Давайте за миллион Долларов Нет Нет Не надо Мне миллион Долларов Зачем Маргарет Маргарет Это сестра Клуб Клуб Знамя Бриллиантовая Четверка Мы Были Довольны Но На этом Основании Значит Пришел Джентльмен И пригласил Меня На церемонию Принятия Меня Почетным Членом Королевского Клуба Англии А что я слышал Историю У вас был Такой гребец Который На все Командировочные Купил Коньяк И сигару Это Сорокин Был Такой Русский Человек Имеет Широкую Душу Вот Он Показал Ширину Этой Души То есть Он Был Независим От Тех Вот Меркантильных Дел Вышел В Лондоне В отеле Подозвал Метродотеля И сказал Я хочу Чтобы Вот В этом Зале Пяти Часам Вечера Был Зажжен Камин Стоял Стол На столе Какое-то Там Английское Вино Лучшее Английское Вино Значит Гавайская Сигара И Ваши Закуски Которые Традиционно Значит Используются В графских Семьях Губа Не Да Метродотель Ахнул Говорит Вы что Джентльмены Вы что Это же так Дорого Будет Это же Мы Это только Делаем Зимой Зимой Там Дешевле Приезжайте Зимой Говорит Зимой Меня сюда Не привезут Не пустят Да А сколько Будет Вы скажите Я все Плачу И вот мы Вечером Возвращаемся Усталые Довольные Конечно С тем Что Необходимо Там В своей семье А он Сидит Значит У него Бокал Вина Свечи Горят Камин В общем Идеальнейшая Обстановка Ну Просто Вот В фильме Такого Не создашь Красиво Да Красиво И Он говорит Ну что Ну вот Вы купили Рубашку Через два года Она будет Половой Тряпкой А ботинки Ваши Развалятся Через год Ну может Не через год Все-таки Качество Но через три года Так А я И вы Всю жизнь Буду вспоминать Как я Пять часов Был настоящим Английским лордом У вас Целовала королева Нет Принцесса Принцесса Маргарет Это сестра Младшая сестра Королеву Елизаветы А Елизавета Почему не стала Целовать Елизавета Не приезжала Тогда На соревнования А принцесса Маргарет Она Курировала Именно Академическую Греблю А она всех Целовала Или только Вы ей понравились Нет 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 Только Ну там Ну не то чтобы целовала Ну это уже слишком Ну так Ну парень у них губы Да Да В общем Жена не ревновала Потом больше Ну как Она Значит Как это говорит Ничего личного Только Влюбляясь Но не изменяя Сто женщин Вижу я В одной Вот так Моя жена Наше общение Прервала Вот это вот Как бы Система приглашения И провозглашение Ну вот приглашение Меня вот этим Почетным членом Королевского клуба И мне пришлось Днем Вот выступать На заседании Королевского клуба И меня провозгласили Почетным членом А вечером Этого же дня Меня Поздавали На вечерний Ну как это Ужин Ужин такой Нет Не в честь меня А в честь Окончания Хенресской регаты Конечно же Заместитель Начальника Нашей делегации Сказал Что можно ехать Мы вам доверяем Но вдвоем С КГБшником КГБшником Конечно же Да Но вдвоем Его доверяем Но с КГБ Одели Знаете Синие Вот эти Рубашки С СССР А сверху Чтобы Ну больше ничего не было Может ничего туда не везли Только спортивный А сверху Такой пиджачок Тоже Тоже такой Голубенький В гостиницу Подъезжают Два лимузина Водители Это наши противники Английские Грибцы Ну соперники Будем так говорить Нас везут Проводят Вечерний уикенд Со страшной силой Все там красиво Все интересно И И Пол двенадцатого Мы говорим Нам пора домой Мы Значит Опять садимся В эти лимузины И Перед посадкой Эти наши Англичане Снимают с себя Значит Свитера Аксфордского университета А мы Снимаем с себя Вот эти Спортивные костюмы С СССР Одеваем на них Меняемся И уезжаем Домой Они нас привозят Все чисто В час ночи Значит Врываются Два полицейских Включают свет Сажают нас На кровати Столи Значит Нарочники Коц-коц Вбегает Начальник Стрясущийся Значит Вбегает Переводчик Заикающийся И переводчик Начинает переводить Что Два Советских Спортсмена Угнали Две машины Не подчинились Полицейским Ушли От полицейской Погони Разбили стекло В витрине И Значит И еще там Целый ряд Преступлений Которые Мы совершили По их мнению Переводчик Переводит Мы ничего Не понимаем Входят КГБшник И задает нам Один вопрос Вы когда Легли спать Как вы сказали В 12 часов Мы уже были дома Он сел в кресло Спокойно И сидит Вот Что значит Профессионал Да Никакого нерва Ничего Значит Привычный человек Нам пришлось Рассказать Что 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 мы Что мы пришли В 12 часов Полицейские Говорят Как так Мы Мы Видели Вы в машине СССР Значит Ездили там Значит По Ну Вы поняли Идею Идею Этой Этой ошибки Значит Наручники Были сняты Перед нами Извинились Но В конечном Итоге Конечно же Мы Получили наказ Об этом Не распространяться Ну конечно Честь советского Спасмена Честь советского Спасмена Да Ну сейчас Время Время прошло Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...